Индюшки, разведение и содержание в домашних условиях диетической птицы. Расскажите, пожалуйста, про индюшки, разведение и содержание в домашних условиях. Раньше всегда держали уток, но недавно у мужа обнаружили язву, теперь ему нельзя жирное. Решили перейти на индюшек, тем более что внуки маленькие есть, подросли, будем им передавать. Но опыта индюшиной фермы нет, поэтому не знаем, с чего начать. Где их содержать зимой и чем кормить? Имея частный дом с огородом и хотя бы небольшим свободным участком под хоздвор, многие заводят птицу. И хотя чаще всего это куры, второй по популярности птицей являются индюки. Много преимуществ имеют именно индюшки, разведение и содержание в домашних условиях, которых не так уж сложно, как кажется. Прежде всего таких хороших наседок не найти. Мама индюшка очень ответственно, бдительно смотрит за своим выводком. А самое главное, может вывести их больше двух за сезон. Немаловажен этот факт, что и самки, и самцы быстро набирают вес и достигают 30 и 12 килограмм соответственно. Мясо их очень вкусное, диетическое и даже яйца можно употреблять в пищу, что еще один довод в пользу разведения индюков. Итак, с чего же начать и что важно знать о выращивании этих птиц? Индюшки, разведение и содержание в домашних условиях положить начало индюшиной ферме, пусть и маленькой, можно тремя способами. Купив яйца и инкубатор подросших птенцов, молодой семью, на одного самца не менее трех самок. Последние два способа самые оптимальные. Ухаживать за вылупившимися индюшатами довольно хлопотно. При наличии же наседки этот процесс происходит почти автоматически. Приобретение подросших птенцов тоже неплохой вариант, ведь в наседке они уже не нуждаются, реже болеют и вы кормите их проще. Где держать индюков взрослые птицы могут жить и на улице, но на зиму им все равно нужно теплое помещение. Птичник для индюков лучше иметь отдельный, чистый, сухой и светлый. Он также должен быть просторный, не менее 0,5 квартала. М с насестами на высоте около 1 метра от пола. Сам пол лучше сделать деревянный и обязательно с почтилкой, лучше солома или сена. Маленькие индюшаты нуждаются в еще более комфортных условиях. Им нужно тепло, особенно первые 2 недели, до плюс 30 градусов и свет, причем круглосуточно, поскольку зрение у мелких слабое. С месячного возраста температуру можно снизить, а свет включать только днем. Чтобы индюки не ожирели, а они к этому очень склонны, обязательно должна быть территория для выгула. На ней располагают несколько поилок и кормушки. Выгула рекомендуется сразу обгородить, птица любит путешествовать. К тому же это поможет защитить ее, особенно молодняк, от хищников. Чем кормить рацион индюков зависит от их возраста. Вылупившихся втенцов лучше 2 недели кормить специальным комбикормом. В него можно добавлять измельченные перья, зеленого лука, мелко нарезанную траву, крапиву, париклевер, спорыш, нежирный творог. С 2 недель отваренные яйца из скролупу с них. Взрослым индюкам нужно около 300 грамм корма в сутки, но они неприхотливы и едят почти все. Большую часть рациона составляет зеленый корм и зерно. Кроме того, можно давать немного дерти, отрубей, а также витамины в виде костной муки, мела и небольшого количества соли. Важно также поставить на хоз дворе емкость с песком. Как видно, разведение индюшек не сложнее выращивания уток, гусей и курортов. Но имеет одно очень весомое преимущество – это вкусное диетическое мясо. Индюшки – разведение и содержание в домашних условиях. Положить сначала индюшиной ферме, пусть и маленькой, можно тремя способами. Купив яйца и инкубатор подросших птенцов, молодую семью. На одного самца не менее трех самок. Последние два способа самые оптимальные. Ухаживать за вылупившимися индюшатами довольно хлопотно. При наличии же наседки этот процесс происходит почти автоматически. Приобретение подросших птенцов тоже неплохой вариант, ведь в наседке они уже не нуждаются, реже болеют и вы кормите их проще. Где держать индюков? Взрослые птицы могут жить и на улице, но на зиму им все равно нужно теплое помещение. Птичник для индюков лучше иметь отдельный, чистый, сухой и светлый. Он также должен быть просторный, не менее 0,5 кварталов. М с насестами на высоте около 1 метра от пола. Сам пол лучше сделать деревянный и обязательно с почтилкой, лучше солома или сена. Маленькие индюшаты нуждаются в еще более комфортных условиях. Им нужно тепло, особенно первые две недели, до плюс 30 градусов, и свет, причем круглосуточно, поскольку зрение у мелких слабое. С месячного возраста температуру можно снизить, а свет включать только днем. Чтобы индюки не ожирели, а они к этому очень склонны, обязательно должна быть территория для выгула. На ней располагают несколько поилок и кормушки. Выгула рекомендуется сразу обгородить. Птица любит путешествовать. К тому же это поможет защитить ее, особенно молодняк, от хищников. Чем кормить рацион индюков зависит от их возраста. Вылупившихся втенцов лучше две недели кормить специальным комбикормом. В него можно добавлять измельченные перья зеленого лука, мелко нарезанную траву, крапиву, париклевер, спорыш, нежирный творог. С двух недель отваренные яйца из скролупу с них. Взрослым индюкам нужно около 300 грамм корма в сутки, но они неприхотливы и едят почти все. Большую часть рациона составляет зеленый корм и зерно. Кроме того, можно давать немного дерти, отрубей, а также витамины в виде костной муки, мела и небольшого количества соли. Важно также поставить на хоз дворе емкость с песком. Как видно, разведение индюшек не сложнее выращивания уток, гусей и курортов. Но имеет одно очень весомое преимущество – это вкусное диетическое мясо.